Привет. Вы часто мне пишите, что я очень позитивный человек. Это очень приятно, спасибо вам огромное. И задаете вопрос, как мне удается не терять устойчивости в наше непредсказуемое время. Мол, как я справляюсь со стрессом, не накрывает ли меня временами депрессии. Честно говоря, нет. И думаю, что дело в том, что сама бы я себя назвала не позитивным, а реалистичным человеком. Я довольно трезво смотрю на людские слабости, как и вообще на то, что мир устроен весьма несовершенно. И далеко не всегда справедливо. Вы скажете, мол, это банальность, и я соглашусь. Но дело в том, что именно это открытие заставило меня однажды не столько страдать и сожалеть, сколько ослабить контроль, которым я очень сильно отличалась в юности. И это стало просто лучшим приобретением в моей жизни. Как всякий перфекционист, я до этого не только старалась все сделать идеально, но я была убеждена, что правильность моих действий в некотором смысле образует гарантированную страховку моего будущего. Надо лишь все время контролировать этот процесс, совершать максимально продуманные действия, не упуская за внимание ни одной мелочи. Современному человеку, надо сказать, вообще, как никогда раньше, свойственна вот эта странная иллюзия контроля своего будущего. Именно поэтому мы очень часто и живем в такой сильной тревоге, которая приводит иногда и к депрессии. А что-то нам кажется, что мы всемогущи. Мы планируем на годы вперед. И чрезвычайно злимся на себя, когда что-то идет не по плану. Ну как так? В чем делаю? Ну этого не может быть. Ведь я же решила так. И совершенно не хотим учитывать случай, импровизационную природу жизни в целом. А ведь в ней вообще-то возможно все. Вот прямо все, что угодно. Мысль-то очень неприятная, но честная. Потому что правда в том, что все, чем мы владеем на самом деле, это лишь обстоятельства сегодняшнего дня. Увы, никто из нас не может рассчитывать ни на вечную любовь, ни на постоянный успех. Это еще одна неприятная мысль. Но я вас утешу. Мы можем наслаждаться встречей с любимым человеком прямо сейчас и получать удовольствие от достижений, которые случились только что. Не пропускать эту радость. Собственно, это и называется. Жить в моменте. Не скрою, отдаться этой системе координат поначалу дико страшно. Но в итоге жить становится значительно интереснее. Глобальная тревога об идеальном будущем больше не отнимает силы, и эту энергию можно направить на конкретные дела. А непредвиденные случаи, которыми забилует жизнь на просто любого человека, не вызывают невыносимых страданий. Потому что нет повода их соотносить с идеальным планом. Они воспринимаются локальным событием, из которого всегда можно найти выход. Но если вы, как и я когда-то, одержимы контролем и доверяете исключительно рассудочному плану, постоянно просчитывая наилучшие действия, хочу вам рассказать одну замечательную историю про французского адвоката Андре-Франсуа Рафре из города Орле, который придерживался логики контроля и долгосрочных планов. Как вы, наверное, знаете, француз довольно прижимистый. И продумывание различных схем, которые бы позволили существенно сэкономить средства, важная черта от национального характера, ну, а тут еще и профессия способствовала. В 1965 году, а может и сейчас тоже, я не знаю, на рынке недвижимости во Франции появилось такое понятие, как «виажер». Пожилые люди заранее продавали собственную, значительно дешевле ее рыночной стоимости, с условием, что до конца своих дней они будут жить в своей квартире, а покупатель будет платить некую ежемесячную ренту, необходимую им для проживания. И вот Рафре нашел крайне удачный вариант. Всего за 400 долларов ежемесячных выплат он в недалеком будущем мог стать владельцем роскошного жилья. Рыночная цена апартаментов, которые Рафре уговорил продать 90-летнюю старушку, равнялась 10 годам этих выплат. Но абсолютно ясно, что, заключив сделку, Рафре рассчитывал на то, что бабулька скончается в самое ближайшее время. Это было очевидно, необыкновенно выгодно и разумно. Однако Жанне Кальмо, с которой Рафре подписал договор, суждено было стать национальной героиней Франции. Ровно спустя 10 лет после заключенного контракта Жанна отпраздновала, разумеется, в своей квартире 100-летний юбилей. В интервью, которое она давала в эти дни, Жанна вспоминала о временах, когда в Париже еще только строилась Ейфелева башня, о том, как в 13 лет, подрабатывая в лавке своего отца, она не стала обслуживать Ван Гога, который, по ее словам, был страшен, как черт от него пахло выпивкой. Благодаря журналистам Жанна стала дико популярна. История ее сделки с адвокатом Рафре также попала в прессу, и за ней уже с восторгом стала следить буквально вся страна. На свой следующий юбилей Жанна опять принимала в своем доме репортеров. Один из них спросил, не утомило ли ее такое внимание прессы. Жанна ответила, ну что, я продала долгих 110 лет, чтобы стать знаменитой. Именно столько ей исполнилось в тот день. 110! Невероятный факт! Многие французы тогда в шутку говорили, что причиной долголетия Кальман была ее особенно диета. Жанна и впрямь, вопреки всем медицинским рекомендациям, съедала около одного килограмма шоколада в неделю и регулярно пила красное вино. Другие, обсуждая секрет жизнестойкости Кальман, приходили к выводу, что он заключен в удивительно легком отношении к любым трудностям. Однажды Жанна сказала, если вы с чем-то не можете ничего поделать, не переживайте из-за этого. Возможно, она как раз и имела в виду адвоката Рафре, который вот уже 20 лет продолжал выплачивать ей ежемесячную ренту за квартиру и общая сумма этих выплат в два раза уже превышала ее рыночную стоимость. Когда Жанне Кальман исполнилось 120 лет, 120, адвокат Рафре скончался. Ему было 77. Но деньги по заключенному договору продолжила выплачивать его вдова. Таковы были условия этой невероятно выгодной сделки 30-летней давности. Впрочем, свои последние годы Жанна провела уже в доме престарелых, в который ей все-таки пришлось, хоть и с неохотой, переехать по собственной воле, после того, как она случайно устроила небольшой пожар на своей кухне во время приготовления еды. Но сделка не утратила свои законные силы, и выплаты не прекращались. В 115 лет в этом доме престарелых Жанна ухитрилась упасть с лестницы и сломала бедро, после чего стала передвигаться с помощью инвалидной коляски. Но нейропсихолог, который каждые полгода проводил исследования ее здоровья, утверждал, что Кальман до конца своих дней сохраняла ясную память и ум, как и невероятное чувство юмора. Жанна говорила, «Молодость — это состояние души, а не тела. Поэтому я еще совсем девчонка. Просто последние 70 лет на фотографиях получаю с ней очень». А очередному молодому журналисту, пришедшему взять у нее интервью в день рождения, призналась, «Знаете, я никогда не пользуюсь тушью для ресниц, потому что много смеюсь до снос. Мне даже кажется, что если я умру, то умру от смеха». Прощаясь с ней, парень деликатно сказал, «Надеюсь, еще увидимся с вами в следующем году». На что Кальман с оценивающим прищуром взглянул так на него и сказал, «Пожалуй, да, вы не так уж и плохо выглядите». Мадам Кальман ушла из жизни, когда ей исполнилось 122 года и 164 дня, став единственным человеком на планете Земля, чье беспрецедентное долгожительство было официально подтверждено всеми документами. К моменту смерти Жанны выплаты семьи Рафре за ее апартаменты почти в три раза превысили их первоначальную рыночную стоимость. В общем, в жизни всегда есть место непредвиденному случаю. Причем настолько, что никакой контроль и точный расчет отнюдь не гарантируют успешный исход предприятия. Стоит ли постоянно настолько забегать мыслями вперед и заранее тревожиться о будущем, которое невозможно просчитать, пропуская бесценные минуты настоящего? Почему-то мне кажется, что мадам Кальман, в отличие от адвоката Рафре, придерживалась именно этого принципа. Она не тревожилась. И, рассуждая о своем секрете, сама говорила так. Всегда улыбайтесь. Этим я объясняю причину своего долголетия. Продолжение следует...